Мастер и Маргарита 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 Проблема выносливости лошадей очень и очень выходит на первый план, потому что даже тогда, когда нужно было из какого-то места, скажем, об боевых действиях куда-то передать известие, посылали гонца, скорохода, а не всадника, потому что, вот мы знаем, о победе при марафоне был послан скороход, воин, который вот без перерыва бежал вот эту дистанцию, которая потом стала называться марафонской, добежал до площади в Афинах, сказал, наша взяла, мы победили, тот же рухнул замертво. Лошадь бы рухнула раньше, тем более при таком бездорожье, которое было в Греции. Поэтому где-то уже в 4 веке до нашей эры этот вопрос стоял, начали лошадку теперь уже утяжелять. То есть вот эти вот две противоположные тенденции, которые не способствовали улучшению породы, лошадка, в общем-то, могла максимум на себе нести очень маленького роста седока и очень легкого, и желательно даже вообще, не то, что там с оружием или даже льняным хитоном, а вообще желательно без одежды, она просто не выдерживала. Вот. И потом еще надо сказать, что методы воспитания лошади, скажем так, дрессировки были, ну, очень негуманны, скажем так. Вот греки, например, использовали так называемые строгие удела или жесткие. То есть псалии, грызла и нахрапники, они были шипованы, металлические шипованы. Садисты просто какие-то. Конечно, садисты. Вот эта вот часть сбруи, которая помещалась лошади в рот, называется грызла, вот она была с валиками, усеянными острыми шипами. Таким образом, натягивая поводья, всадник сразу вот этим болевым способом воздействовал на нос, губы, щеки, небо, язык лошади. Поэтому если всадник был неумелый, горячий или просто жестокий человек, он мог порвать лошади рот. Она тогда просто вставала на дыбы и в этой вот кровавой пене мчалась, не разбирая дороги. Это первое. Потом появились такие вещи, как уже в пятом веке до нашей эры, как шпоры колющие, которые либо прикреплялись к сандалиям, либо просто наматывались на пятку. Ну и плюс еще плетка была в несколько хвостов. И таким образом, конечно, это было очень жестоко. Хотя, скажем, ксенофонт – это наш главный специалист, потому что он и историк, он и хозяйственник, и воин. У него есть трактаты об охоте, о лошадях. Он вообще-то советовал не злоупотреблять вот этими вот достижениями человеческой мысли. Хотя нужно сказать, что вот Homo sapiens sapiens в каких только сферах не использовал достижения человеческого гения. Ну, например, вот до нашего времени дошла такая надпись «Гетеры Лисидики», которая посвящает Киприде плетку и золотую шпору, кой и она понукала коня, который лежал на спине, но шкура его не порвала, поскольку доехал он быстро. Так вот, в отличие от двуногих, четвероногие животные никакого восторга от этого не испытывали. Поэтому, в общем-то, греки, по большому счету, лошадь испортили. Во-первых, вот эти две противоположные тенденции. Сначала они ее облегчали, а во-вторых, утяжеляли. И получили они, конечно, лошадь хрупкую с лебединой шеей, с хорошими ногами, крепкими бабками, но с тяжелым крупом. То есть, уже порода была запорчена, первоначально очень хорошая. Вот скифы, как люди далекие от цивилизации, простые, любящие свободу и природу, они лошадок своих так не мучили. Ну, потом они кочевники. Они кочевники, да. Кстати, они не использовали вот этих строгих удил. Вот, ногайка, конечно, была. И надо сказать, что вот благодаря этому вот эти вот лошадки скифские, они сохранили вот эти первозданные черты, которые перешли к ним от предков. Поэтому вот, то есть, вот все лошади из скифов и других центрально-азиатских племен, они происходят от общего предка, вот этой знаменитой лошади Пржевальского. Поэтому у них вот и масть такая, то есть буланные, гнидая, и они такие коренастенькие, такие вот несколько приземистые, но очень выносливые. Что важно, когда там за год тысячи километров проходили в кочеве, иммунные лошади, сообразительные. В качестве примера у императора Адриана был любимый конь для охоты, Борис Фен. Вот даже уже по имени ясно, Борис Фен, это Днепр, что это скифская лошадка. И вот когда вот друг умер, значит, он был похоронен, и на могильной плите было начертано вообще все его достоинства, в том числе и то, что во время охоты он совершенно не боялся вепри. Поэтому, в общем-то, на тот момент вот эта скифская лошадь, она была, может быть, так сказать, это и определило то, что скифская конница была непобедима. На основе скифской лошади потом персы вывели более тяжелую лошадь и для своей тяжелой конницы. Однако, вот, может быть, потом мы об этом поговорим, от скифской конницы персидская драпала так, что сминала даже собственных пехотинцев. Вот. Мы говорили немножко о стратегии скифской войны, мы говорили о тактике. Ну, может быть, наиболее интересная тактика, тактика заманивания противника вглубь территории, выматывания его, и в то же время политика... Ну, уход от боевого соприкосновения. С одной стороны, да, потому что скифы у себя дома их поймать невозможно, они всегда на один день, два дня перехода все равно впереди, и появляются внезапно, неизвестно где, неизвестно откуда, уводят лошадей, водят скот, лишают, таким образом, еды, допустим, самих персов. Что самое интересное, уходя, они засыпают источники, колодцы, и вытаптывают траву, при этом ни одного выстрела. Вот, наверное, может быть, наиболее такой характерной вот этой вот тактикой, они воспользовались во время похода Дария, непобедимого. Дарий I, персидский царь из династии Ахменидов, подавил восстания в Вавилоне, Персии, Мидии, Моргиане, Эламе, Египте, Парфии, Сатагидии и скифских племен Средней Азии. Около 518 года до н.э. завоевал северо-западную часть Индии. В 512 году, по сообщению древнегреческого историка Геродота, совершил неудачный поход против скифов при Черноморье. При Дарии I начались греко-персидские войны. Дарий I провел ряд реформ, в результате которых вся держава была разделена на военно-административные округа, а представители персидской знати получили должности сатрапов и начальников крепостей, а также наследственные владения в различных странах империи. Вроде бы классовое общество скифов. Очень сильное, вот когда мы будем говорить о курганах, различия. То есть были как очень богатые скифы, я уже не говорю о царских скифах. Была рядовая знать, были просто обычные общинники. А были настолько бедные скифы, которые просто спали на земле и питались падалью, там, павшими лошадями. Тем не менее, вот не было вот этих классовых столкновений. Во-первых, вот эти вот родовые племенные связи, которые, тем не менее, законсервированными оставались. Беден ли там родич или он там богат, вот как-то всем родам, все обязательно помогали. И кроме того, собственно говоря, у бедного или почти совсем нищего скифа, но всегда же была возможность выслужиться, всегда была возможность стать богач. Это война. Пожалуйста, добывай, все, что ты добыл, это твоя добыча. Тем более, что мы помним, там, в зависимости от того, сколько он голов приносил, столько вот он и получал из общей добычи свою долю. Поэтому вот при этом как-то было сглажено все это. А потом, кроме войны же еще были и походы такие, когда были кочевья, переходы, голод, уход за скотом, воспитание молодняка. Враги могли просто угнать скот, тогда начинался голод. Голод или, допустим, какие-то снегопады. И если бы это все общество, не только по классовому составу, но также там мужчины, женщины, дети, не было сплоченным и не помогало друг другу, они бы, конечно, не смогли переносить. То есть они бы и в войне не были такими вот едиными и сплоченными. Ну да. Но возвращаясь к Дарию, наверное, надо сделать некую преамбулу. Ведь прежде чем попасть в места обитания скифов, ему пришлось проделать достаточно приличную дистанцию. Да. Ну, прежде чем говорить о походе Дарья, надо сказать, что скифское общество, которое мы знаем, оно, к сожалению, общество бесписьменное. Поэтому сами-то скифы ничего о себе не оставили. Хотя, судя по всему, в их истории много было разных событий. Поэтому все, что мы знаем об их истории, это то, что рассказали античные авторы. Там есть разные эпизоды, связанные с Филиппом Македонским. Там есть уже во II веке связанные с борьбой с Митридатом VI Евпатором. Но для скифской истории самым ярким моментом, о котором впервые написал Геродот, но потом другие античные авторы еще много-много раз повторяли. Поскольку считали, наверное, это пиком такой всей скифской истории. И самым главным достижением это была борьба с Дарием. Ну, во-первых, вот этот знаменитый поход, а он является очень показательным, поскольку здесь было не просто некое столкновение. А здесь было столкновение сверхдержавы, поскольку Дарий, он наследовал от своих двух предшественников, от Кира II, от Камбиза, уже державу, которая простиралась от Западной Малой Азии до Северо-Западной Индии. То есть это была сверхдержава, конечно. И вдруг какое-то это самое кочевое... Это не государство, это все-таки племенной союз. И это был один из редчайших случаев, хотя второй случай. Когда вот эти кочевники, мы уже упоминали о случае с самим Киром, который погиб, сражаясь с массагетами в Средней Азии. И оказалось, что вот это мощнейшее государство не может покорить вот этих самых странных людей, которые вроде находятся на более низкой стадии развития. Не всегда великая держава может победить небольшой, но героический народ. К тому моменту, когда Геродот услышал, это середина V века, То есть приблизительно прошло около 70 лет, от этого 60-70 лет. Некоторые говорят, что Геродот воспроизводил тот эпический, возникший к этому времени рассказ, который у скифов об этом событии существовал. Так вот, суть заключается в том, что Дарий I, конечно, был выдающимся, одним из самых, может быть, выдающихся персидских царей. У персов было много хороших царей, действительно, правитель великих держав. Вот когда в монархии приходят к власти личность недостойная, тогда такие державы и кончаются. Поэтому Дарий III, вот последний, и стал недостойным соперником Александра. Но Дарий I был великим человеком. Он подавил все восстания на территории своей державы, пришел к власти, и поэтому вот его поход. Ну, обычно историки датируют, у нас нет точной даты, это где-то от 520-го до 507-го. Ну, чаще всего встречается вот такая средняя цифра, 514-й год. И вот считается, ну, по Геродоту, он собрал армию в 700 тысяч человек. Ну, это, конечно, безумие. Никакой такой армии не было. Ну, Геродот потом напишет, что миллион человек к Северкс приведет в Грецию. Нет, ну, древние как-то очень так спокойно оперировали такими безумными цифрами. Дотошные немецкие военные историки, особенно Дельбрюк, который этим занимался, они посчитали, что в те времена собрать армию больше 100, 150 тысяч, даже персен было очень тяжело. Вот. И этот поход, он, ну, во-первых, всплывет, зачем он вообще пошел на этих самых скифов, что они ему сделали и понадобились. Ну, во-первых, считается, что официальным лозунгом похода, а всегда, когда мы совершаем какие-то даже неправые действия, мы должны каким-то образом себя оправдать. Так вот, идеологическая основа этого похода – это была месть скифам за то, что они в VII веке пришли в Азию. Мы, по-моему, говорили на одной из первых передач, когда кемерийцы сначала пошли за ними скифы. И считается, что власть скифов, ну, правда, в Закавказье только, продолжалась около 20 лет. Ну, а потом, так сказать, там вождей скифских перебили, и в 585 году их оттуда как бы выгнали. Так вот, это месть за те события, которые произошли. Просто я хочу напомнить, что когда Филипп Македонский будет готовить поход против персидской державы, опять-таки, основным идеологическим лозунгом этого похода будет месть персам за поход к Серксе 480 года. Пройдет 150 лет. Другие считают, что, ну, одна из версий, что он собирался пройти через Северное Причерноморье и вернуться и закрыть так называемый проход по восточному берегу, по восточному Закавказью. Обычно вот эти вот ворота, Дорельские вот эти, там чаще всего проходили. Потом там и будут, там и в Средние века будут самые сложные моменты. В Закавказье все оттуда обычно сыпалось вниз. Вот. Другие говорят, что он просто хотел обезопасить северные границы своей потенциальной территории, ведь он должен был захватить Фракию, должен был захватить Македонию с тем, чтобы совершить нападение на Грецию. Кстати, это тоже вполне реальная версия, потому что, когда тот же Филипп, а потом Александр будут готовиться к походу на Перси, они прежде всего захотят защитить свои северные границы от иллирийцев, и фракийцев, которые, ну, все время представляли опасность для, собственно говоря, территории Македонии. Так вот, мы говорили о том, что он сначала совершил действительно долгий путь. Естественно, не было, слава Богу, транспортных самолетов, которые выбрасывают десант на территории потенциального противника. Поэтому вся эта огромная орда, пускай не 700 тысяч, но меньше, она продвигалась из глубин Персии, пройдя Малую Азию, дойдя до зоны Боспора, там, где отделяется у нас Азия, собственно говоря, от территории Европы, был построен мост. Вот, ну, это был понтонный мост, причем он был достаточно удачный, это не ксеркс, которые там были всякие неприятности во время его похода. Причем грек, инженер, который построил, заслужил благодарность. И Геродот говорит, что по этому поводу, по поводу этого моста, были высечены даже две стеллы с надписью о совершенных событиях. Переправившись на территорию Европы, он дальше продвигается по побережью Фракии, то есть там, где сейчас у нас Болгария, там Румыния. Вот, и, судя по всему, основная цель была даже не столько местные племена, сколько местные греческие городополисы. Вот, и главным, пожалуй, моментом в этом рассказе является то, когда Дарий подходит к великой реке Тунаю, то есть Истру, и здесь опять-таки сооружается мощный, это же уже не Зовья Туная, это очень могучая река. Вот, опять сооружается вот этот самый понтонный мост, вот, и по этому мосту переправляются на другую сторону. А интересно, как они понтоны в то время делали? Нет, дело в том, что это, я условно сказал, понтоны, это были просто корабли, вот, причём, судя по всему, не специально сделаны обычные корабли. Другое дело, что на кораблях снимались мачты, и их ставили, ну, носами, кормой по течению, в смысле не бортом, а чтобы уменьшить силу сопротивления. Потом их связывали, настилали вот эти самые доски, и таким образом этот, дело в том, что помимо сухопутной армии, естественно, был и флот, который следовал за армией по побережью. Который, конечно, греки дали. Да, и, кстати говоря, ну, не только греки, но значительную часть составляли, к сожалению, покорённые к этому. Тирамы, да, которые поддерживали персов. Да, покорённые ионийские греки, вот. И они потом сыграют определённую роль в дальнейшей истории, потому что Дарий, переправившись, вообще-то, хотел сразу разрушить мост, поскольку он якобы собирался вернуться другим путём. Но один из греков, ионийцев, сказал, ну, неизвестно, что может быть. Как карта лет. Да, как карта. Правда, он не сказал, что ты, великий царь, можешь потерпеть с неудачей. Он сказал очень одну, очень мудрую вещь. Он сказал, что, может быть, нам повезёт, и мы найдём скифов, а может быть и нет. Вот, понимаете, вот здесь очень мудрая мысль. Потому что, когда говорили о скифах и вообще о трудностях ведения боевых действий с ними, то все отмечали одну очень важную особенность. Скифы – тот народ, который не имеет городов. Это кочевой народ. Их дома на колёсах. Дарья, якобы, отправляясь, вручает грекам кожаный ремень, на котором было завязано 60 узелков. И говорит, значит, развязывайте каждый день по узелку, и если, типа, я не вернусь, то можете разрушать этот мост и уходить в освояси. Ну, это очень как-то и для греков, и для персов очень примитивная форма. Зато для слушателя, для читателя Геродота это было очень наглядно. Это такой какой-то фольклорный момент, который, ну, скорее всего, рассказчики Геродота ему дополнили. Ну, чтобы было красиво, чтобы было это. И дальше вот идёт уже рассказ непосредственно о самом походе Дарья, когда его армия, так сказать, идёт по северо-причерноморским степям, которые в науке называют южно-русскими, а сейчас стали они украинскими степями. Это огромное, огромное пространство, заполненное вот этими безбрежными пастбищами, травами и так далее, где вообще, ну, изредка какой-нибудь курган виднеется, а так это вообще как в море, как в открытом океане, где, в принципе, не видно края. Ничего. Поэтому ориентироваться там людям, которые не привыкли к такой местности, это было, конечно, очень сложно. Так вот, Гератут говорит о том, что накануне вот этого вторжения скифы собрали такой совет своих соседей и пытались договориться о том, чтобы действовать против персов совместно. И часть соседей согласились в этом участвовать, часть сказали, это против вас, типа, поход, вот вы с ними разбираетесь. Поэтому скифы разбили свою армию на три части, ну, и также их союзники. И две части должны были, как бы, находиться перед войском Дария и заманивать это войско на восток, к Танаюсу, то есть к Дону. Ну, а другая, как бы, должна находиться в тылу, и у них будет своя там особая задача. Ну, и суть, чтобы просто не затягивать всю эту ситуацию, здесь мы уже упоминали, вот и Лариса говорила, что скифы придумали очень правильную тактику. Какая-то тактика, как бы, выжжена на земле. Поскольку персы, по сути дела, отрывались от своих баз снабжения, удаляя степь, скифам и нужно было их заманить в эту самую степь. Поэтому им, они не вступали в столкновение, они оставляли такой арергард, который все время маячил перед персами, а когда персы пытались их догнать, то скифы просто тихонько, и исчезали. Да, быстренько-быстренько исчезали, но так, чтобы не совсем, чтобы противник знал, что они здесь, они здесь присутствуют. Вот. И в то же время засыпали колодцы, там, ну, если возможно, выжигали степь, которым... Скотинку угоняли. Да, ну, естественно, скот они тоже угоняли. Вот. И вот так вот заставив войска персов пройти, ну, по Геродоту они дошли все-таки до Дона, и якобы там даже стали строить какие-то крепости, вот, на которые так и не достроили. Ну, а потом их провели, подняв их к северным территориям, прежде всего по землям тех племен, которые не согласились участвовать в борьбе. В принципе, войско-то было уже измотано, и было ясно, что ничего хорошего уже ждать не приходится. Причем вот та часть, одна треть скифского войска, которая как бы осталась в тылу персов, они подскакали к Истру и предложили грекам, которые как бы были покорены персами, разрушить этот мост, пускай персидское войско погибнет, а мы, соответственно, расправимся с персами на нашей территории. Ну, и одни греки решили послушать этот совет, другие, это же были тираны, вот Лариса говорила, которых поставили персов, сказали, что не нужно этого делать. Кстати говоря, среди тех греков, которые советовали разрушить мост, будет знаменитый Мельтиат. Вот мы уже сегодня упоминали о марафонском сражении, о марафонском беге. И вот этот самый, так называемый, Мельтиат-младший был среди этих представителей ионийских греков. Потом он уедет в Афины. И когда все это было таким образом сделано, наконец-то персы все-таки послали к скифам такое требование, ну, это часто встречается, вот это требование в разных ситуациях, к другому, так сказать, другой враждебной стороне. Ну, и Дарья заявила, повторяю, это уже была середина похода, или ближе к концу. Если вы сильны, то сражаетесь, если вы слабы, то вы должны подчиниться мне. Ну, и на что скифы ответили, что, в принципе, мы не имеем городов, мы не имеем того, что вы можете захватить, если хотите, мы не боимся вас. Это наш обычный способ ведения борьбы. Вот если вы захотите сразиться с нами, пожалуйста, найдите могилы наших предков, и тогда вы увидите, будем мы за них сражаться или нет. Геродот описывает, что все-таки должно было состояться генеральное сражение, оба войска выстроились друг против друга, но в самый решающий момент вдруг персы заметили какую-то суету, и вражеское войско вдруг рассыпалось и разбежалось. «Что случилось?» спросил Дарий. «Говорят, в войско скифов забежал заяц, и все воины бросились в погоню за ним. Как же они не уважают нас», сказал Дарий. То есть, это высшее проявление презрения. Для них вот эта охота за каким-то зайцем. Да, вместо того, чтобы сражаться с врагом. Ну, а потом, после этого дня, и произошел знаменитый случай, или перед этим, там по-разному немножко есть интерпретация о том, когда скифы прислали свои знаменитые дары – это птицу, это лягушку и мышь, и также пять стрел. И Дарий истолковал это так, что они отдают ему свою страну, потому что мышь на земле, там, лягушка. Ну, там даже, да, птица в небе. Хотя там про лягушку, там, как ни странно, у Геродот написано, что, а нет, про птицу написано, что птица такая же быстрая, как кони. Ну, а стрелы они сдают, соответственно, оружие. Но один из его соратников истолковал иначе. Если вы персы, не улетите в небо, как птицы. Если вы не спрячетесь в земле, как мыши, не запрыгнете в болото, как лягушки, мы вас поразим вот этим нашим оружием. Хотя, знаете, есть еще одна, ну, это не то, что он Геродот, а уже у современных исследователей есть еще одна интересная интерпретация, что вот эти дары, они, по сути дела, есть модель скифского мира. Поскольку весь скифский мир делится как бы на три. Мы уже говорили. Птица – небо, мышь – земля, лягушка – вода, что чаще всего сопоставляется с подземным нижним миром. Трехуровневая модель. Трехуровневая модель, да. А вот стрелы, они, как ни странно, они олицетворяют пространство. Четыре стрелы – это есть четыре стороны света, а пятая стрела – это та, которая находится в центре, как мировое дерево. И она символизирует… Если там четыре стрелы – это, так называемая, горизонтальная организация пространства, то стрела посередине – это вертикальная. Так вот, мы защищены со всех сторон, поэтому ваши притязания, они не имеют никакого значения. Вот. И поэтому, когда Дарий понял, что этот народ победить нельзя, особенно вот после этой истории с зайцами, он решил, и правильно решил, вернуться назад. Поэтому, чтобы не подвергнуться нападению, а скифы, и уже Лариса об этом говорила, время боевых действий изматывало персов партизанскими действиями, и естественно, если бы персы попытались отходить, их просто измотали оригарными боями, поэтому Дарий приказал в лагере зажечь костры, оставить этих ослов, которые громко орали. И вот Герод пишет, что вот скифы единственного, кого боялись – это ослов и моллов, поскольку данное животное в их стране не водится. И почему здесь опять-таки интересный момент, здесь скифам слегка не повезло. поскольку скифы считали, что персы пойдут по территории неразорённой, вот, они попытались их догнать, и оказалось наоборот, они их обогнали и пришли к мосту раньше, когда персов ещё не было. Вот, и там вот, я уже говорил о том, что была просьба грекам разрушить, но греки только, да, мост, греки разобрали только ту часть моста, которая была на северном берегу, остальную сохранили. Ну, а скифы потом уже говорили о том, что, а это пишет Геродот, что вы, греки… Презирали страшно малазийских греков. Да, что у вас не просто… Рабы, хуже рабов. Да, что у вас сознание рабов. Да. Вы могли получить свободу с нашей помощью. Причём чужими руками они могли освободиться от этой вот тирании. Персов ничего при этом не прикладывая, но решили остаться под ермом. Вот, и поэтому, в принципе-то, войску Дарьи удалось спастись. И поэтому ещё раз хочу подчеркнуть, судя по всему, потери персов были достаточно большими. То есть, извините, Андрей, я так полагаю, что вот эти арьергарды скифские, они всё-таки постреливали. Естественно, так врагу не давали самое главное. Плюс ночные вылазки. Да, и там написано, Геродот, и эти вылазки они особенно делали ночью. То есть, они изматывали противника, не давали ему ни минуту покоя, поскольку они хорошо знали местность. Они прекрасно здесь ориентировались. И вот эта вот тактика вот этих партизанских набегов небольшими отрядами, они избегали. Я не особенно верю, что скифы собираются вообще-то участвовать в глубобом сражении. Вот, скорее всего. Но это было не нужно. Совершенно. Совершенно не нужно. Вот, нужен был просто такой красивый рассказ. А главное, поставленная цель достигалась без особых хлопот. Да. И без потерь. И без потерь. Самое главное, повторяю, скифы выиграли эту тяжелейшую войну. Вообще-то любой противник понес бы страшные потери в этой войне. Но скифы не потеряли городов, не потеряли своих жен, детей, свои стада и так далее. Потому что противник ничего не мог захватить. Ему ничего не дали. И в то же время армия вот таким образом, вот этих бескрайних пространствах степи Северной Прид-Ширмой, то есть скифы – это тот народ, который наиболее оптимально смог использовать для своей жизни, для своей обороны, те сложные условия, в которых ему пришлось жить, расти, развиваться и так далее. И в дальнейшем, повторяю, персы больше уже не повторяли вот этих самых попыток. Это было бессмысленно. Поймать скифов нельзя. Ну, приблизительно время года определить, когда это происходило, нельзя. Ой, нет, ну, могу только сказать, что раз была трава, значит, это лето. Потому что если бы это было… По зиме бы они не пошли, персы бы не пошли. Да, потому что нужно же было кормить ту же самую конницу вот этим самым подростком. А снега там были. Геродот у скифах и народах при Черноморье. Восемь месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время, хоть лей на землю воду, грязи не будет. Разве только если разведешь костер. Лошади легко переносят такие суровые зимы, тогда как мулы и ослы их вовсе не выдерживают. Проводя некую аналогию, был такой африканский Наполеон, Шака Зулу, вождь Зулусов, который воевал против англичан. Воевал очень эффективно. Он пользовался тактикой выжженной земли, но по-африкански. То есть, англичане углублялись в территорию саванны, и вокруг них по каре зажигалась степь, сухостой. Что после этого происходило, называлось «кто не спрятался, я не виноват». И в войнах межплеменных, которые ведутся в Африке по сей день, зажечь траву вокруг противника считается большой удачей, потому что можно уже не напрягаться. Кто выбежит оттуда. Ну, до того расстреливали, наверное. Ну, скифу гуманнее. Они все-таки дали бы возможность противника. Или трава была свежая, некая, честно. Скифы смогли, вот это очень хорошая, у Персов была прекрасная армия, но они смогли ее превратить в массу, в толпу. А это не армия. И опять же, если говорить о коннице скифской, Персидская не могла ее догнать. Да, много раз, сколько персы пытались, естественно, на своих лошадях. Правда, вот здесь вот Геродот пишет, что когда скифы атаковали и сами преследовали персидскую конницу, они доскакивали до персидской прихоты и не шли дальше с пихотой, они не сражались. Они сразу убегали. И так Дарий ушел. Обиженный, оскорбленный. Да, хотя здесь вроде бы такие, в общем, довольно простые формы были. И стратегии, и тактики, и вообще ведение войны. Ну, просто все гениальное, очень просто. Вот. А что касается причины, по которой, вот Андрей говорил, пошел персидский царь, якобы мстя за медиан, то это вообще вот такая дальняя история, о которой немножечко надо рассказать. Скифы ведь вначале появились в Ассирии где-то в 70-х годах 7 века до нашей эры. Вот. Потом они сначала вместе с медианами и вместе с манейцами они сражались против ассирийцев. Но затем уже второй царь Портатуа, он изменил своим союзникам, женился на ассирийской принцессе. И с этого момента скифы стали самым надежным союзником ассирийцев. Вот когда нужно было с кемерийцами разобраться, отправляли скифов. Когда нужно было нанести хороший такой удар по медианам, опять ассирийцы прибегали к скифам. Кстати говоря, в ассирийских клинописных памятниках скифы именуются как Ашкуза. А в Ветхом Завете Ашкеназ. Потому что скифы, как мы помним, заходили в Палестину и там доходили даже до Египта. Вот. Поэтому потом уже, когда все-таки Ассирия распалась, а очень долго она держалась именно за счет скифов, и возникло несколько там. Новоассирийское царство, Урарту, Мидия, Мидийский царь, вот этот Киоксар, он посчитал ненужным такого, во-первых, ненадежного союзника, во-вторых, очень опасного. Поэтому он пригласил на пир самых знатных и самых богатых скифских вождей, а поил их там, а потом, когда они заснули, перебил. Ассирия – древнее государство в Северном Двуречии, на территории современного Ирака. Ассирийская империя просуществовала тысячу лет, начиная с 17 века до нашей эры и до ее уничтожения в 7 веке до нашей эры Мидии и Вавилонии. В 14-9 веках до нашей эры Ассирия неоднократно подчиняла всю Северную Месопотамию и прилегающие районы, период наивысшего могущества Ассирии – 7-8 века до нашей эры. Ассирийская империя считается первой империей в истории человечества. Мы говорили здесь сейчас об армии, говорили на прошлой передаче о наступательном вооружении. Надо, наверное, рассказать об оборонительном. Оно напрямую связано не только с вооружением, но и с одеждой. В двух словах основа оборонительного вооружения из материалов – это кожа и дерево. То есть щит деревянный или иногда плетеный, обтянутый кожей, с пластинами, бобовидной формы. То есть вот как боб с выемкой наверху, приблизительно где-то метр, наверное, в ширину. Вот довольно легкий. То есть он был легкий и для всадника, и для пехотинца. А дальше вот основная одежда – это рубаха, штаны, о которых мы говорили в связи с амазонками. То есть вот эти аноксириды у амазонок были такие обтянуты, а у скифов они были такие свободные. Вот сапоги-скифики. А дальше вот на все это надевалась уже, так сказать, оборонительная защитная одежда. Либо это панцирь был, либо кожаный, обшитый вот чешуйками различными металлическими. Металлическими. Да, это были бронзовые, были железные. Обязательно был пояс. Кроме портопейного был боевой наборный пояс. Было несколько поясов. Был набедренник. И тоже это все вот было с металлическими пластинами. И что вот интересно у скифов, помимо, кстати говоря, штаны рубаха тоже укреплялись вот такими вот бляшечками. Вот. И с одной стороны это и украшало, с другой стороны действительно защищало и очень комфортно было носить. Это было не тяжелое. Вот. Но был еще один вид штанов. Только спереди или со спины тоже? Бывали такие вещи, когда только частично. Ну, потом уже, конечно, все покрывали. Вот. Был еще такой вид штанов, который надевался с запахом. То есть он запахивался на спине, впереди связывался. Вот. И получались такие разрезы с внутренней стороны ног. Что давало вот возможность свободно двигаться. Вообще очень много было в такой защитной одежде различного рода разрезов, запахов. Вот. Что очень было удобно для осадника. Значит, сверху вот на эту рубаху одевался наборный пояс из железных пластин. Там уже пластины были пошире. Там 9-12 сантиметров. Очень эластично все это было. Потом одевался набедренник, который представлял собой букву П. То есть он закрывал частично живот. Там где-то ширина была сантиметров 9. Да и сам, кстати говоря, пояс был сантиметров так 12. То есть живот закрывался. И спускалось это где-то до колен по бокам. То есть это своего рода были как бы поножи. Потом был еще малый набедренник. Вот. Ну, потом я уже говорила об этом. А из чего они были? Кожаные? Кожаные с нашивками. С пластинками. С пластинками, да. И сверху был тоже, опять-таки, вот либо войлочный, либо кожаный шлем, который был тоже с пластинками. Это была очень удобная одежда, особенно для всадника. Шлем или колпак? Это то, что мы называем фаригийский колпак. То есть колпак, но он обшит вот этими пластинками. То есть он удобный, мягкий, в то же время вот не тяжелый. Одежда эта была очень удобна для всадника, потому что вот мы вспомним, что не было седел. Поэтому вот чрево, оно представляло, конечно, оно было уязвимо, потому что в седле там все-таки есть передняя лука. А здесь копейщик мог просто в живот ткнуть какой-нибудь там пехотинец. Поэтому защищено было чрево, верхняя часть живота, поясница. И в то же время вот эти вот боковые части набедренника, чешуйчатые, которые спускались до колен даже и ниже, они в то же время закрывали брюхо лошади, что было тоже очень удобно. И вот это вот изобретение скифов, то есть помимо наступательного вооружения, вот эта вот очень комфортная, я бы сказала, эластичная форма, оно способствовало вот скорости. Ведь это вот легкая кавалерия, это не закованные вот влаты, как уже там, скажем, поздние римские воины. Но надо сказать, что скифы, тем не менее, не брезговали, а даже им очень нравилось и греческое оборонительное вооружение, например, ну если они там или как-то в походах брали, или выкупали. Шлемы греческие они очень любили, поножи и керасы с птерегами. Тоже не брезгали. Вот есть знаменитые гребени с салохи, там один из скифов вот как раз вот выступает вот в таком вот вооружении. Вообще, надо сказать, ну вот на картине Васнецова «Битва славян со скифами» вообще очень точно передано вот не только вооружение и оборонительное наступательное скифов, но даже и масть и их, и лошадей. Вот эта вот рыжесть такая, гнида, и скифы тоже здесь рыжие, и малорослые. Скифское искусство Скифское искусство вообще очень интересно тем, что оно как бы прошло три стадии своего развития. Есть три стилистических направления. Само оно начало формироваться не раньше VI века до нашей эры. И вот самое древнее, это вот то, что они взяли ассирийские, урарские черты, там есть вот эти вот мотивы. Да, считается, что вот как раз время походов на Восток, это и есть заимствование вот этих сюжетов. Вот на самых ранних вещах там просто как бы копии некоторые. Но скифы очень быстро начинают перерабатывать и создавать свой собственный так называемый скифский стиль. Второй – это, конечно, греческий. То есть греческий стиль где-то он всегда на поверхности. И, собственно, скифский, который характеризуется вот этим звериным стилем. Там все особенно любимая тема – это когтящий хищник какой-нибудь кошачий, какую-нибудь несчастную лань когтит. Или птица когтит какую-то там лань. Ну, это символы какие-то. Не просто же зарисовки с природы. Нет, ну, конечно. Есть очень большая литература по звериному стилю. И считается, что это очень глубокая семантика, поскольку всегда у нас есть жертва, всегда есть хищник. Ну, склонность к символизму очевидна. Лягушка, птица, мышь. Да, да, да. Но здесь немножко другое. Вот то, как говорят, другое. Вот почему это такой кровожадный, вообще кровожадный сюжет? Почему мы должны наблюдать, как на наших глазах пожирают что-то такое? Вот считается, что это есть, опять-таки, один из главных символов скифской культуры – жизнь через смерть. Ну, или символ победы. Здесь даже не столько победы, а вот символ как бы круговращения, кругооборота и так далее. Что, ну, скажем, травоядные идут и едят эту самую траву, значит. Хищники едят этих травоядных, потом сами превращаются в землю, в эту самую траву. И вот это постоянство, вот этого кругаоборота. Жизнь как продолжение. Вспомним хотя бы вот с самого начала, когда у нас была еще первая передача, о том, как скифы поклонялись мечу, богу войны в форме меча. Меч стоял вот, воткнутый, а ему приносились жертвы кровавые, его окропляли кровью. То есть, вот это вот вроде бы как что-то такое неодушевленное, оно воплощало в себя и силу, и защитника, и бога, и как бы непосредственно то, что, в общем-то, является… Меч, душа, самураль. Именно душа, именно душа. То же самое у скандинавов, тот же самый принцип. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, здесь много вещей. Поэтому в зверином стиле постепенно появляется такая орнаментальность. То есть, более какое-то условное изображение, какие-то более кривые линии. Еще надо разобраться, что это за животное. Очень много таких вот составных животных. Например, хищник, у которого хвост в виде клюва какого-то. Или, скажем, а ноги у него, допустим, в виде там головы хищника. Да, то есть, вот такие вот интересные вещи. Более того, скифы очень любили в качестве украшений, особенно на псалях, использовать даже не самих изображений животных, а какие-то вот их детали. Например, изображение лошадиного копыта, лапок с когтем. Или, допустим, вот ухо вепря. Вот. Или клюв. Вот просто отдельные. И вот эти вот скифские мотивы, они очень долго прослеживаются до того времени, пока на одном этапе, на втором этапе возникло такое скифо-греческое искусство. Вот. В котором, конечно, были мотивы совершенно точно скифские, но там были явные элементы греческие, и греческие даже мифы какие-то были. Постепенно греческое искусство, тем более скифская верхушка была эллинизирована, оно как бы поглотило скифское, ну, так сказать, уже было запустение. Но дальше, на восток, оно сохранилось в Сибири, на Алтае. Вот, может быть, в двух словах можно сказать о той интересной находке, знаменитой находке алтайской принцессы. Да, да. На оплату УКОК, который вот раскопала Наталья Полосьмак. Вот. Дело в том, что эта девушка была найдена в глобе льда. Поэтому это не то, что мы вот видим здесь скелеты просто, мы видели кожу. И, судя по всему, скифы, видимо, татуировали, ну, знатные скифы делали татуировки. Потому что девушка, вот у нее плечи, грудь у нее были в татуировке, руки. Вот. Все вот эти элементы скифского стиля, известные по другим нашим памятникам, они там присутствуют. Именно вот на коже вот этой вот алтайской принцессы. То есть, тогда, когда скифское искусство деградировало в Сибири, на Алтае и восточнее, это все продолжало процветать. А далее вот скифский стиль очень сильно подпитал и китайское искусство, и монгольское, и гуннское, и южно-русское, да и Византию, в общем. Ну, до этого еще далеко. Вот. Просто мы говорим, насколько это искусство оказалось живучим. У скифов свой пантеон богов, у греков, понятно, свой. Вот какого-то проникновения греческого пантеона в скифскую культуру не происходило, они были веротерпимы или жестко отстаивали свои языческие ценности? Все народы древности были веротерпимы. Все. То есть, до появления монотеизма греки, они вообще, и греки, и ремляне, если они появлялись в какой-то другой там области, и кумен, они моментально называли местных богов именами своих. Это отождествляя. Поэтому, в принципе, мы о скифском пантеоне, мы же знаем от Геродота, вот они называли, в общем-то, какие-то имена они вспомнили. Скифы тоже очень спокойно относились к этому. Ну, здесь есть как бы немножко разные вещи, поскольку, судя по всему, по практике, поскольку скифам приходилось жить, общаться с греками, которые там с 7 века уже были, у них не было проблем на религиозной почве. У них нам неизвестно. Естественно, что скифы иногда совершали набеги. Некоторые считают, что установили даже протектораты над некоторыми. Но не по религиозным причинам, а почему-то чисто экономическим причинам или политическим причинам. Но у Геродота есть два рассказа о том, что, относясь к религии греков, терпимо для греков, они в то же время, так пишет Геродот, ну, скажем так, не приветствовали для своих членов, для своего общества, но вот почитание других богов. Хотя многие считают, что это, опять-таки, там были иные причины. Но вот один рассказ, связанный у Геродота с так называемым скиллом, но надо отметить, он был там царский родственник, и, кстати, это историческое лицо, всё замечательно. А второй скиф – это Анахарсис. Мы о нём чуть позже поговорим. Но интересно, что для скила точно считается, что отец был скиф, а мать – гречанка. Истрянка. Да, истрянка из Истрии. И у Анахарсиса, правда, это тоже в более позднем источнике, и у Диогена Лаэртского, ранние источники не говорят, но поздние источники говорят, что у него тоже была мать-гречанка, ну, чтобы хоть как-то это объяснить. Так вот, скилл, который имел дом в Ольвии, и там, значит, совершал, ему нравились действия, связанные с культом Дионису. Но, посмотрите, здесь вот важный момент – это особый культ. Это экстатический культ. Вот. И когда скифы об этом узнали, то кончилось всё очень плохо, значит, и он был вынужден бежать, бежал туда к фракийцам, фракийцы потом его выдали, его в конечном счёте убили. И считается, что и Анахарсис тоже в конечном счёте погиб, якобы за то, что у себя на родине выполнял культы, связанные. Ну, кстати говоря, не совсем с греческим божеством, даже совсем не с греческим, а культ Кибеллы. Это вообще малазийский культ. Отклонение от дедовских обычаев. Да, это было отклонение. Причём оба человека происходили из царской семьи. Вот. То, что касается, то, что мы знаем про простых скифов, даже по набору тех греческих предметов, которые у нас встречаются в погребении, а там же масса изображений греческих богов. Да, бакхические танцы. Бакхические и так далее. Они спокойно к этому относились. Повторяю, вот там многие связывают, которые изучают случай двух вот этих вот убийств, связывают именно с царским статусом вот этих лиц, которые не позволяли. Ну, а во-вторых, иногда считается, что это было только объяснением, почему это случилось. А там были иные причины, в том числе династические, связанные с... Ну, да, надо было подвести. Да, и, скорее всего, это потом уже появилось объяснение. Даже в то время вряд ли это было аргументом. Ну, да, не так сидел, не так смотрел. Да, ну и поскольку мы уже, как говорится, коснулись там вклада скифов в военное дело, то буквально два слова о их преемниках, сарматах. То есть мы помним, что это потомки от браков скифов с амазонками. Потом скифы, кстати, именно сарматы и вытеснили. Так вот потом сарматы пошли в сторону утяжеления конницы. Если скифы создали легкую кавалерию, то эти шли в сторону утяжеления, и тогда они были, в общем, в принципе, закованы полностью, как сами. То есть скифы все-таки что-то там оставляли открытым. Так и лошади у них были закованы. И это было вот что-то такое настолько тяжелое, что если вот такой металлист падал, то сам он уже без посторонней помощи подняться не мог, как об этом пишет римский историк Тацет. Так вот есть такая точка зрения, что вот это вот закованные во все вот это вот чешуйчатое вооружение, ус ног до головы, можно сказать, в металле, сидящие на закованных таких же лошадях, с черным плащом, развивающимся за плечами, существует такая точка зрения, что это вот прямой прообраз европейских рыцарей. Конечно, конечно. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok